Как необходимо должно... Вас спрашивают, что мы едим вечером? Это с чем у тебя суп-то был? С капустой. С капустой, картошкой, и сегодня растительное масло разрешается. Да. Поели дальше тыху пропарили. А это что у нас? Леча называют. Ну вот так. А это что у нас? Это яблоки. Яблоки свои сами делали, а это я купил мёду. Мёд. Ну вот так, это ужин. Вовремя. Вот оно тут всё. Сухари. Вот что у нас тут есть ещё? Спрашивают ужин, покажите ужин. Ну, бывает лук, чеснок, но сейчас не стали. Не успели просто. Конечно, так и написано, что 50% на завтрак должно уходить. 30% дневного питания на обед и 20% только на ужин. Вот так. Завтрак ешь с нам, обед, говорит, раздели с другом, а ужин отдай врагу. Вот я слышал такую поговорку. Завтракование я выбрал златоузкое. А почему врагу отдать? Ну, потому что тебе на пользу. Враг примирится, он поест, дружно будет, а ты не потеряешь ничего. А, кроме того, у нас ещё картошка нет больше? Закончилась. Закончилась. Ну, я просто охватился. Пополам разрезанная картошка такая. И там какое-то ещё варенье одно. Вот у меня в бутылке здесь была калина. Калина здесь брали её. Всё, она уже с сахаром. Должно ещё обрезаться. Вот так. За солныши купили, вёдра-то хорошо. Вода всё время на столе. Они же тоже обрезают. А то утром мы снимали, сегодня прямо звонят. Ну, сделайте ужин, покажите. Вот кошечки наши. Стало подозрение, что у них что-то неладное. Ну, не кормили день, а потом таблетку одну маленькую на двоих. Надо пояснить, в чём соблазни. Обрезался, обрезался. А, они бегают. Красавицы. Да, брат, спаси Христос. А тут тут занятия, по Слову Божию. Как раз и указывается, что апостолы прибегали к обрезанию, как к временной мере, так скажем. Вот что тут есть. Бради немощи. Бради немощи иуде, немощи и веры. А кошкам даёт такие дни рыба, гальяны. Вот у меня здесь оно насыпано в кружку. Кошкам тоже дали тыква. И туда это гальян сушёный. Гальян 5 грамм весит маленький такой. Высох. Вот уже несколько лет мы помаленьку добавляем им. Что нужно обрезаться? Ну, всё. А это у меня банку туда можно поставить. Кто-то, 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 кто-то сразу влево. А вот и банки стоят, это на подарок сёстрам нашим. Вчера 10 банок купил. Каждая банка 3 литра. Кто-то бы так, так, нет? Трёхлитровая она? Вместимость 3 литра, а весит 4,5. Да, почти 4,5. Вот он, Володя, знает всё. И с растительным маслом сегодня разрешалось. У нас растительное масло есть ещё. Это привычка такая уже у людей. Привычка. Хороший, прекрасный ужин. Я лучше, чем кто-то и всё. А почему я вышел? Чай, не показал, тут на солодке настроенный. А солодка у нас вот лежит. Вот она лежит, корень солодки. Вот видишь, сколько ещё забываю сразу показать. Володя отливает сок. И даже не знаем, яблоки из своего сада потеряете. Нынешние или прошлогодние? Прошлогодние. Прошлогодние. Это уже больше года выходит. Так, это чай, ну-ка я попробую, попью. Наш. Мы Богу угождаем. Попробуй теперь. Расскажи нам, что-то. Как раз. Тем более в отрыве. У нас везде надписи. Включил они, куда не отходи. Где-то в этих цивилизованных странах. Это занятия идут. И одно язычество. По интернету. Галатам. Хотя бы это делали. Это ты был новым, говорит. Но нет, Христу нужно было, чтобы они были истинными, новозаветными верующими людьми. Так, а все-таки в чем обрезание-то соблазн? Почему обрезание-то отменено? Вот это важно пояснить. Они же упирали, что это важно. Так, обрезание-то самое первое. Если ты не обрезаешься на восьмой день, тебя убивают. То есть между жизнью и смертью обрезание. И поэтому вот, ребенок родился, ты в новозаветной общине. А кто-то там, мать или отец, относятся еще к ветхозаветному. То есть они немощны. И они говорят, нет-нет, ребенок умрет, надо обязательно обрезать его. А тот, кто уже верующий, рожденный, он говорит, да нет, ничего не будет. Все, ветхозаветно. Заметно, чтобы снимать, как дальше было. Сейчас я включу здесь. Христос этого не требовал. Вот здесь вот такое дело. Надо обрезание сердечное делать. Ну и вот так по немощи вот обрезали. Вот фонарик. Хотя обрезание-то клещение сегодня. Под люстрой. То есть рождение свыше обрезание. Про образ печени. Кошки ночью дерут. Вот это картонный ящик. Про образ печени, да. Вот видишь, как по доске. Вот раз я и вижу, что опасность им не только в том, что они мало верили. Так они еще и просто вычеркивали жертву Христа. И то, что он прообразовал это обрезание. Что это теперь уже не важно. Ну вот у нас икона. Со стороны было видно, что люди не бросали 9 февраля 2022 года, среда.